Всем привет, ребята, с вами Андрей Чен, да, а это новый сезон Обмен с Женами. Вижу ваши комментарии, вижу ваши лайки, вы просите еще. Ребят, получайте новые жены, новые интриги, и мы начинаем. Да, ребят, подписывайтесь на мой инстаграм, там будете узнавать самые первые о том, что я снимаю, какие-то прикольные видосики из жизни. Ссылочка на мой инстаграм находится в описании. А мы начинаем. Смотрите сегодня Битва Бантов. Хорошо идем. Южный пафос. Бренд, бренд, бренд. Голосуем, кто за? Пальчики вот так вот закручиваются. Против северного высокомерия. Там полный пи***, там очень грязно. Это абсолютно неправда. Кто победит, покажет неделя обмена. То есть я так понимаю, одна семейка мудлуха. Мы в Петербург! Как выжить без рубля в кармане. Денег нет, но вы держитесь. Я сейчас буду со всеми на равных ходить в трусиках. И найти дело всей жизни. Думаешь, она не откроет глаз, да? Неделя, которая изменит их жизнь навсегда. И ты решил уйти, да? Отлично. Смотрите прямо сейчас. Огонь! Короче, одна семья Лухарь, я понял. А вторая таки не пол до конца. А это Лухарь. Сочи, столица курортной жизни страны. Сюда, в город вечного отпуска, три года назад переехала семья Шевляковых. Татуировщик Сергей, мастер по наращиванию ресниц Юлия и двойняшки Ви... Не, что так на Лухарь не пашет? Мастер по наращиванию ресниц и татуировщик. Неудивительно, что и познакомилась пара не в библиотеке, а на вечеринке. Я прихожу в клуб, и тут подходит он. Мужчина моей мечты. Мне понравилось все прям. И внешность, и мы с ним не могли наговориться. Настолько было общих тем. Мне очень было симпатичность первого раза. С первого взгляда, так сказать. Девять лет семейной жизни и двое детей не погасили страсть Юли и Сергея. Ни друг к другу, ни к тусовкам. А может, детей к няне, да и в отельчик? Слушай, давай, покупаемся завтра. Да. Сегодня будет. У меня завтра выходной как раз. Мы любим очень проводить время вместе. Дискотечки, шашлычки. Жизнь нужно прожить так, чтобы было потом что вспомнить. Мы живем для себя. О, да. Мне вообще хочется, чтобы наша жизнь была вечным миновом месяце. А это Санкт-Петербург. Здесь, на берегу Финского залива, в собственном особняке, живет семья Калмыковых. Элина и Дмитрий, владельцы бизнеса по производству сувениров. И их сын Владислав. А может, эти богатые? Мы вместе 14 лет, в браке 10. Познакомились на работе. Мы работали в одном рекламном агентстве. Можно сказать, что у нас служебный роман. На тот момент, когда мы встречались, у меня не было денег. На мне висела машина в кредит. И в итоге как бы должна была ухаживать я, но в итоге платила за все она. Я чувствовался дискомфортно. И теперь пытаюсь я это наверстать спустя много лет. Не получится у тебя. Долг за... А, все, я пол, кто здесь лухари живет. Все, это не то, что нам показывают. Думаю, странно. Мастер, ничего против не имею. Молодцы, кто мастер там по наращиванию ресниц. Но понимаю, что на Мерседес сложно будет столько ресниц наклеить. Конфетно-букетный период не покрывает даже подаренной жене кабриолеты ежедневный вклад Димы в собственный бизнес. Впрочем, и там рулит Элина. Дим, ты что здесь делаешь? Я на производстве еще, а что? А ну, а почему ты меня не предупредил? Просто там наверху тебя ждет человек. Ладно, Наталья, чуть позже подойду. Сколько времени уже? 5.30. Меня очень раздражает, когда люди безответственно относятся. Например, назначают встречу и не приходят на нее. Я считаю себя непунктуальным человеком, но я от Авида считаю себя, что у меня есть свой ритм, я в нем живу. Есть часы, по ним сверяется ритм всех людей. Понимаешь, нельзя так. В 12.00 отметили все Новый год, а Дима отметил в 23.30. Не бывает такого. У всех есть определенные часы, для этого они и солнцены. Я согласен, что мне нужно что-то в этом менять, но я пока не могу понять, что именно, с чего начать. Например, смотреть на часы. Начни смотреть на часы. Если время деньги, то женская половина семьи Шевляковых точно знает, как сделать максимум за минимальные сроки. Для меня важен карьерный рост. Я начинала с мастера по наращиванию ресниц, потом стала тренером, открывала свои студии и сейчас открыла онлайн-школу. Я постоянно обучаюсь. У меня 2-3 курса постоянно. То есть это может быть и психология, личностный рост, ораторское, актерское мастерство. Вык, тупогуб, тупогубники. Ты что там делаешь? Речь улучшаю, а ты что делаешь? В соцсетях сижу. Сколько там у тебя подписчиков сейчас? Две с половиной тысячи. Мало, Сереж, возьми этот курс. Какой курс еще? Ты уже тысячу курсов прошла. По продвижению соцсетей. Ну, все хорошо. Я сейчас попозже сделаю все это. Среди тысячи курсов, пройденных Юлей, явно не было ничего на тему, как заставить зарабатывать своего мужа. Когда мы с ним познакомились, он был бизнесменом, у него была своя точка на базаре. Мы открыли 2 точки, потом 3 точки. Такие белые зубы, аж не знаю, вроде с одной стороны красиво, наверное, но оно аж прям отвлекается. Прозевались. А потом бизнесу пришел конец. Мы стали думать, а чем еще заняться? Отучился и стал делать татуировки. Татуировка уже занимает 6 лет. За эти 9 лет у меня прям такой большой скачок по карьере произошел. Ну, у Сереги как-то доход. Как был, так и остался. Вот как мы с ним познакомились, примерно такое и есть. Работаю я сейчас на себя. Хочу открыть онлайн-школу. Но для этого нужно обучиться и вложить время, чтобы все это сделать грамотно. Пока Юля ждет от Сергея трудовых подвигов, Элина пытается напомнить мужу, что в жизни есть что-то помимо работы. Диму действительно очень сложно раскачать на какие-то новые действия для него. Дима закостенелый в этом плане, да, полностью. А я очень активная, мне нравятся новые какие-то ощущения, новые эмоции, поэтому я посещаю очень много выставок, снимаюсь в клипах, постоянно занимаюсь какими-то новыми для себя делами. Меня не устраивает, что она проводит времени больше теперь вне дома, чем дома со мной. В моем понимании слово жена – это тот, кто должен сидеть дома там с детьми. Элина, в свою очередь, считает, что если уж сидеть дома, то исключительно на ее условиях. Мог бы, между прочим, с утра хоть немножко прибраться. Короче, здесь баба главная, она как-то на себя взяла очень много мужских обязанностей. Прибирайся каждый день. Вот и прибирайся каждый день. Прям видно. Давай просто мы уже решим вопрос с уборщицей и все. И просто закроем эту тему раз и навсегда. Странно, что-то вы до этого времени это не решили. Судя по всему, у вас столько бабок, вы там на Мерседесе гоняете, там и так далее. А там потратить пару тысяч рублей хотя бы в неделю. У меня нет желания, чтобы кто-то трогал в мое белье. А у меня нет желания убираться. В отличие от меня. Скажи, что белье не трогали, просто пыль протирали. Сочи сторонней помощью в бытовых вопросах никто не брезгует. Сейчас нас готовят больше Сергей, чаще. Я терпеть не могу бытовуху. Не люблю убираться, не люблю готовить. Мне это жалко даже терять на это время. У меня есть горничная, которая приходит, убирается. Но окончательно сбросить с себя бремя домашних обязанностей Юля не удается. Юля, вилочку-то мне дай. А колбаски еще нарежь. Завершенный мужика ты включил, блин. А кто в доме мужик? Мужика в другом надо проявлять. Деньги зарабатывает, за женой ухаживает. Так, колбасы, говорю, нарежь. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он развивался. Тем более, я, когда выходил из него замуж, я видела, как он целеустремленно. Мне бы хотелось, чтобы... Вот мне скажите, все люди говорят именно, когда я так, я хотел, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Че она так разговаривает? Он мне дарил дорогих... Бля, я даже так розысклить не могу, бля. А, да? Просто, смотрите, бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-б Мама Димы до сих пор очень часто вставляет свои 5 копеек вообще во все. Чтобы вставить свои 5 копеек, Татьяне Витальевне достаточно перейти из одной части дома в другую. Ведь в родовом гнезде колмы... Бля, вы живете с мамой, серьезно. У них живет три поколения семьи. Чего, надул в штаны? Вовремя не сбегал. Он уже устал. Устал, да, Владюша? Устал, конечно. Устал, а позже отдохнет. Я с мамой Димы почти не общаюсь. Вообще. Она занимается с ребенком, она с ним гуляет, она его кормит. Я даже не могу вспомнить, что мы с ней обсуждаем или говорим. Ну, нет такого. Поначалу я очень переживала. А потом, вы знаете, как бы я просто... Кому-то никого и нет. И плакала даже. А я себя в этих отношениях чувствую как между двух огней. Человеком, который пытается разнять двух людей, которые пытаются выложить свою какую-то теорию по поводу того, например, как воспитывать ребенка или вести себя в доме. Потому что каждый человек имеет право на свое личное отношение. Каждый человек имеет право на свой дом. Мне кажется, что мы сейчас стали достаточно часто ссориться. У нас появилось много разных хобби. Я не понимаю, почему они тогда так живут. Ну, тогда снимите, как бы, жилье. Ну, вы зарабатываете, судя по всему. Нет, зачем? Это аренда, как бы. А так удобно с бабушкой. Потому что бабушка с ребенком сидит. Ну, бабушка, как бы, говно, но бабушка с ребенком сидит. Странно. Которые отличаются друг от друга. Мне кажется, что мы, ну, наверное, отдаляемся друг от друга. Вот так. Иногда, чтобы сблизиться, нужно отдалиться. В буквальном смысле. Время собирать чемоданы. Неделя обмена начинается. У нас в чемодан все не влезет. Давайте выбирать что-нибудь такое на все случаи жизни. А не сильно оно просвечивает? Да нет, вот. Это надо? Да. Куда тебе это? Ты что? Нет, 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 это оставляю. Голосуем. Кто за? Поднимите руку. Я против. Саша, ты против? Все, идите с мамой, живите. Едьте к чужому дяде. Если за неделю мой мужчина изменится, я думаю, что это будет фантастика. Хотел бы, чтобы она немножко больше времени уделяла мне, семье, детям. В доме Калмыковых сбор чемодана Элина доверяет не семье, а подруге. Я не знаю, что мне брать. Оп, я знаю. Я предлагаю ничего не брать. Ты думаешь, я голая буду ходить? Там по-любому не будет асфальта. А почему подруге? Мне просто интересно. То есть у самой вкуса нету либо с глазами проблем? Почему такой садач в гардеробе? Олесь, там будет асфальт, там будет красивый большой дом. Я знаю, что тебе надо взять. Болотники такие. Ой, я нет. Дим. Огонь. Берем. Пока. Веди себя, ты хорошо давай. Хорошо. Ты тоже. Давай, любимый. Давай. Пока. Я очень надеюсь, что меня везут на Рублевку. В какой-нибудь большой дом с бассейном. Муж. Если это Рублевка, то надеюсь, какой-нибудь интересный бизнесмен, с которым можно пообщаться. На Рублевку, бля. Может вообще сразу, бля, туда? В Геленджик, бля, к Путину, а не? Вот такой. Что-то такое, бля. А почему не в село? А почему сразу на Рублевку? У нас, по-моему, что, в каком-то выпуске обмен с женами где-то Рублевка была? Что-то не помню. Напомните мне. Что-то там привезли куда-то вообще, куда-то в особняк. Мне бы хотелось в тепло. Если это будет Крым, я прям сейчас подскочу просто от радости. Ну, если не совсем теплый город, то Санкт-Петербург. Я его люблю, он очень красивый. У меня начинается мандраж. Чуть-чуть потрясывает. Я боюсь его открывать. Мама. Санкт-Петербург! Класс! Я безумно рада. Я надеюсь, что мы с новым ужин пойдем куда-то по музеям в Эрмитаж. Я обожаю. И на разводку мостов обязательно. Ну, в Сочи поедешь нормально, тепло. Санкт-Петербург, Сочи. Я еду в Сочи, я еду на море. Я в Сочи, на самом деле, никогда не была. Вообще никогда. Так что это уже плюс, что я там побываю. Я просто счастлива, у меня аж слезы, по-моему, на глазах. Я просто не могу, реально. У меня эмоции такие переполняют. Всего три часа в самолете, и Элина уже разглядывает сочинские пальмы. А Юля вот-вот ступит на питерскую брусчатку. Боже, как красиво! Город-герой Ленинград! Мне уже три раза предложили жилье у моря, и один из них бесплатно. Ау! Я, если честно, не рассматриваю вариант, что меня отправят в однокомнатную квартиру с семью детьми. Это вариант, как из ада. Да, у тебя там частный дом. Вдруг он какой-то грубый. Вдруг он меня будет напрягать домашней работой. Я это очень терпеть не могу. Ну, идеальный муж, мне кажется, это тот, который не рассказывает мне о том, что мне надо делать, и не рассказывает мне о том, что я сидела целый день дома, и почему у меня не убрано, и вообще не делает такие замечания, в принципе. Ну, короче, можно тоже умолчать. Идеальный муж. И бабки надо зарабатывать. Смотрите далее. Так, что происходит? Люди, как вы здесь выживаете? Это что вообще? Правила хорошего тона для домохозяйки. Серьезно, то баба впервые в жизни сушилку увидела? Чаще чищу, тем чашка чище. Давай быстро одевайся, давай кофе делай. Где тут Дима, который был вчера? И как не потерять все за один день? У меня нет машины. У тебя теперь нет машины. Как паркуешься, так и ездишь. Что мне, продавать квартиру в Сочи? Да, колесо пробило. Или кто-то пробил. Что происходит? Меня везут, по-моему, за город куда-то. Все мои Эрмитажи, мои музеи. Я еду вот в этот синий дом, в квартиру. Я расстроена, что я еду в квартиру. Я надеюсь, там целый этаж купили. Люди, как вы здесь выживаете вообще? Чем дальше в лес, тем хуже дом. То есть люди как бы в частных домах не живут, они выживают. В квартире вот то люди живут, понимаете? О, а вот это частные дома, вот это вот. Бомжары, бля. Природа, класс. Бомба, смотри, попередить можно вывести. Чем столько машин здесь. Лодка тебе, а там три машины там, да? Очень большой дом. Смотрите, еще раз. Ой, как уютно. Где автопарк? Маленькие дети здесь. Мальчишки. Или, может быть, мальчишка один. В этот момент мне захотелось сбежать. Я знаю, что такое свой дом. И знаю, сколько там может быть работы. Ну, жена, похоже, хозяюшка. Цветы везде растут. Вот сейчас она мне дома шмонно ведет. Лодка. Я надеюсь, они на ней отдыхают, не рыбачат. Я подумала, что он рыбак. Я не обнаружила ни спиннингов, ни сетей, ни удочек, ничего. О, какая крутая тачка. Это просто моя мечта, блин. Только я хочу в красном цвете кабриолет. Красненькую хочу. Хочу красненькую. Как моя помадка. Хочу красненькую. Красненькую, пожалуйста. Это мобиль за несколько миллионов. И сразу вопрос. Интересно, кто на него заработал? Ужасный дом, ужасные пластиковые окна. Вообще на коробку похож. Не могу сказать, что это прям, ну, самый ужасный вариант, который я могла бы себе представить. Да нормальный дом. Ты, бля, в хрущевку зайди, ужасный дом. Вот то бывает. А это шикарный дом, бля. Можно было бы попасть в более худшие условия. С животными, со всякими баранами, козами, которых надо было бы там доить. Чистенько. Это радует. В Питере очень много грязных коммуналок. Здесь хотя бы не пахнет. Я надеюсь, что самокаты и велосипед из соседней квартиры. Но если что, у меня будет мальчик и девочка. Это тоже мило. Открываю дверь и... О, боже. Увидела огромную площадь. Так, ну, судя по тому, что вижу, очень стройная девочка. Очень фигуристая, маленькая. Много обуви. То, что я вижу, вот, дом, и то, что я вижу, какая одежда висит, это как-то очень странно. Когда я увидела автомобиль, я думала, что это в дом. Это будет бренд-бренд-бренд золото-украшение. И что я вижу? Коллекцию туфлей за 500-600 рублей. Хлам. О, боже. Судя по розетке, конечно, это понимает, как ловит он выглядит. Судя по розетке нету вообще. Я мать-одиночка? Но первое впечатление о квартире было, как будто ее только-только сдал застройщик. И очень молодой... Это тот случай, когда жерешь имитированную икру. Полуфабрикаты, накупив себе мерседес, бля. Да, и семья туда только заехала. А вот это уже интересно. Оно у нее аккуратно, чисто, прям диагноз порядок, я бы сказала. Да, у нее вообще нету грязи. А у нее очень много наград. Я так подозреваю, что она... О, сложное моделирование, объемное наращивание. А, господи, она что... Это какие-то есть конкурсы? Кто нарастит длиннее брови там или ресницы? У кого подлиннее эти когти на руках? Серьезно? Снимается наращиванием, видимо, ресниц. Тут даже есть целая энциклопедия. А Оскар, а что дается? Она пишет свои курсы, она молодец. Не представляю, за какое количество лет можно получить такое количество кубков. Больше похоже на то, что в сфере ее работы выдают кубки буквально за все подряд. Мне кажется, что дети уже взрослые. Ну, судя по игрушкам, 5-6. Мальчику и девочке тоже в районе этого. Картину, которую я увидела со львом, я подумала, что нарисовал ребенок, который, ну, возможно, первый раз рисует. Прикольно, кровать не нравится. Серьезно? Ты подумала, что того льва нарисовал ребенок, который первый раз рисует? Игрушки раскиданы, и все, я прям как домой попала. Вот такая же палаточка у нас. Что это? Это что вообще? Почему не купить нормальную? Ее муж вообще не в состоянии доехать до магазина или что? Позорище вообще. С ущелкой. Таким ощущением, в квартире живет очень молодая семья, которая еще не скопила достаточное количество денег. Массажный стол. И только-только настраивает, налаживает свой быт. А сама живет с бабушкой. Еще одна? С мамой и мужем. Посмотрим самое интересное. О, смотри, сколько еды. Я как будто к бабушке в деревню попала. Сейчас столько банок, столько еды всякой непонятной. Арбузик. Так, здесь борщок. Вкусно пахнет. То есть холодильник моего детства где-то, может быть, юности. И тачка за 3,5 миллиона, да? Идеальная чистота. У меня никогда в жизни нет. Почему 3,5 миллиона? Там это не последняя модель Мерседеса была. Это бэушный Мерседес. У меня везде бардак. Но если убрать... Хотя, если она покупала прям в салонах несколько лет назад, то да ладно. Качество материалов, из которых сделано в целом, кухня мне нравится. На этой кухне мне... Ну тогда еще раз перебиваюсь. Странно. Почему не живут тогда с бабушкой вместе в одном доме? Если она могла себе позволить за полтора ляма купить... Ну, это в ривнах, там сколько там... В долларах. 50-60 тысяч долларов. Купить себе машину. Без понятия. Мне не очень было бы комфортно готовить, потому что две комфорки для меня очень мало. Здесь бардачило. Какое ощущение, что она просто берет вот так, хоп, и сюда все такая сгребает и закрывает. И типа чисто. Духовка просто идеально чистая. Как будто ей вообще не пользуются. Не пользовались, видимо, никогда. Очень хочу лишить ее детственности. Очень хочу приготовить здесь что-нибудь очень вкусное. О, здесь точно готовят плов. В таком огромном казане 100% готовит мужчина. Смотрите, он даже ложку там оставил. Как понять, что готовил мужик? Ложка осталась. Очень странная планировка дома. Очень крутая лестница в какую-то там скрытую квартиру, в которой находится еще одна кухня. Ну, здесь, наверное, пожилая женщина все-таки, раз она мерит давление. А бабушка как Харлсон живет, типа, на крыше? Что это было, блядь? Она откинула и поднялась еще на одну кухню. Ну, две кухни, очевидно, потому что они живут здесь. Слушайте, а мамаша, мне кажется, беременна. Напишите в комментариях. Ну, больше похоже на беременную, чем с лишним весом. Вместе. Здесь отдельная зона для мамы. Почему-то здесь детские творожки. Дети у нее тут в гости ходят. Русталек мой любимый. И ткани припасены. Там наверняка где-нибудь в тканях заначка лежит. Со свекровью, наверное, жить ужасно. Я никогда не жила, не знаю. А с кем еще придется уживаться в новых домах, расскажет семейный устав. Мама Юлия, 39 лет, руководитель онлайн-школы по наращиванию ресниц. Очень сильно пережженные волосы, очевидно, что она крашенная. Ей, как мастеру по наращиванию ресниц, нужно обратиться к мастеру по покраске волос. Мама Илина, 31 год, финансовый директор в компании по производству сувенирной продукции. Папа Сергей, 39 лет, тату-мастер. Если... Ну, как папу сфоткали, видели, бля, вообще, как бы, как по хана, бля. Этого льва нарисовал тату-мастером. Я бы никогда не пошла к нему делать татуировку, потому что она на всю жизнь. Папа Дмитрий. Там что, страшный лев или что? То ли я что понять не могу, то ли лыжи нет. Ну, нормальный вроде лев. Или он кривой какой-то. Реальный директор компании по производству сувенирной продукции. Ага, у них общий бизнес. Сын Владислав, 4 года. Я вижу детей, они двойняшки. Шесть лет классный возраст, я рада, что я побуду мамой двойняшек. Восемь тысяч продуктов, две тысячи рублей машина, пять тысяч рублей на рестораны. Это хорошо, это я люблю. И пять тысяч рублей на нужды мамы. Это много для нее, я считаю. Мало, конечно, денег. На продукты шесть тысяч рублей, это очень мало. Развлечения восемь тысяч рублей. На развлечения тратится денег больше, чем на продукты, в принципе. Да, некогда жрать, надо гулять. Встречаться с подругами на завтрак в ресторане, посещать галереи и выставки. А что так можно было? Я не помню, когда я последний раз, не то что сидела в ресторане с подругами, я не помню, когда я с ними встречалась последний раз. Возить сына на футбол, сниматься в клипах. В каких клипах? Обязанности мамы. Мама руководит школой, везет преподавательскую деятельность. Посещать школу ораторского мастерства. Я рада тому, что у меня будет возможность посетить школу ораторского мастерства и поучиться чему-то для себя. И не напрягаться по мелочам. У мамы есть такая обязанность, не напрягаться по мелочам. Обязанности папы. Зарабатывать деньги и обеспечивать семью. Раз в неделю пылесосить и мыть пол. Если папа зарабатывает деньги, почему он моет пол и пылесосит? У меня к нему очень много вопросов. Я прям хочу поскорее познакомиться. Обязанности папы. Отвозить детей в сад, много веселиться, готовить ужины для всей семьи. Работать, если есть клиент. А если нет клиента, он что делать, дом седет? Тут какой-то сумасшедший дом. Какой бы ни был дом, а провести в нем предстоит еще целую неделю. И Элина вполне по-хозяйски обживается в новых условиях. Ну, вроде руки не из жопы. Мы дома. Привет. Здравствуйте, я Элина. Меня зовут Сергей. Ваша новая жена. Очень приятно. Я приготовила ужин. Помойте руки. Хорошо. Это обычная девушка. Ничего сверх особенного я в ней не увидел. Как тебя зовут? Саша. У меня Элина. А тебя как зовут? Привет. Вика? Да. Очень приятно. Садись за стол. А можно нам уже, мне кажется? Да. Сейчас, секунду. Хозяйственная какая, все приготовила. Стул надо еще, да? Да. Принесешь? Он где-то там, по-моему, в спальне. Посмотри. Кому надо принести стул? Он же тяжелый. Нет, так не пойдет. Он пытается накидать мелочам, заострить внимание и доказать, что он хозяин дорог. Наступно? Хотя доказать, что он хозяин в доме, можно совершенно другими делами. Я не буду, значит, с тобой. Хочешь жрать, неси себе стул. Мне хоть эту стулу, но нету жрать. Есть, и ее готовить больше не буду. Сказал, если мужчина, значит, женщина должна сделать. То есть я принесу? Принеси, пожалуйста, зайка. Принесешь? Давай. Я не считаю, что этот поступок достоин главы семьи. Не считаю, что, в принципе, корректно так делать. Только по отношению к своей жене, а вообще по отношению к... Причем настолько ленивый, когда он сказал, дай вилку. Блядь, тебе за спиной была вилка. Он сидел спиной к столику, у тебя все приборы были. Поднял бабу, чтобы, блядь, вилку достать. Вилка была вот тут за спиной. По всем женщинам. Как не стыдно ребенка заставлять тащить стул. И как, ты будешь кушать? Почему? Почему? Не знаю, что я... Ну, не будешь, я доем. Я это не люблю. А что, вы не будете? Макарончики не любят? Дети даже не стали пробовать. Что меня очень удивило. Может быть, им редко что-то готовят новое. Ну, это п***. Они-то есть не будут. Надо сейчас сделать просто макароны без сосиски. Пока в Сочи Элина снова отправляется к плите, в Санкт-Петербурге Юля не готовит, а готовится к встрече с новой семьей. Здравствуйте, у них BMW, Mercedes, еще один Mercedes, а то еще у них мини-купер стоит. Четыре машины, еще и лодка. Наконец-то мы живем. Привет! Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Спасибо, что нас дождались. Спасибо. Тебя как зовут? Меня Владик. Меня Юля зовут? Меня Дима. Татьяна Витальевна, наши помидорки из теплицы, может быть, понравятся. На первый взгляд, идеальный мужчина. Все при нем, цветы дарит. Я был немножко бескуражен размерами девушки этой, и красная помада, она просто... А, то есть я все-таки это тоже заметила, то есть девочка не маленькая. Ставила большую красную точку. Вы изначально так все вместе жили, да? Мы начинали здесь стройку. Диме вообще 15 лет было когда. Ну, вот как-то начинали все вместе делать. Папа наш вообще весь дом полностью сам строил. Это она папа передал? Да. То есть отгородили в ее же доме, получается, большую часть себе, и отгородили ее, чтобы она, не дай бог, к нему не зашла на территорию. Ощущения такие. Дима, интересно, куда жена уехала? Сочи. Я тебя замолочу! Позагорает дни пять, да? Ах, а как ей повезло! Ей повезло, да. Пойдем, мой Таечка. А мы позанимаемся и вернемся. Кому точно повезло, так это Юле. Ведь Дима без слов берется за приготовление ужина. Скажи мне, я по уставу не поняла, кто у вас занимается вообще домашними... Я так поняла, что ты тоже убираешься дома, да? Я убираюсь раз в неделю, в выходные, потому что на неделе просто нету времени. У вас, я так понимаю, нет домработницы? Нету домработницы. Я смотрел много фильмов с домработницами, мне не нравится. Какие фильмы ты смотрел? Я не люблю, когда начинают вот матверточка моя лежит. Я потом это не найду. Дима, ты все время готовишь или жена тоже готовит? Нет, у меня все время готовит жена. У меня просто бывают позывы, порывы, я ее... А тем, что я лежит. Ну, учитывая то, что я повар-кондитер в дальнем прошлом. Для меня было тоже такое открытие, как успешный мужчина, который зарабатывает деньги, обеспечивает семью и еще готовит ужин. Пока Дима удивляет Юлю своим кулинарным талантом, Сергей продолжает проявлять чудеса гостеприимства. Ну, рассказывай, откуда ты приехала? Я говорю, до Санкт-Петербурга приехала. Странные дети, блядь, я это жрать не буду спустя пять минут. Заминает, блядь, как будто макаронная фабрика, блядь. Я это жрать не буду, в сторону подвинул. Так, дубль второй, можно хавать. А чем ты занимаешься? У меня свой бизнес. Хладею заводом по производству. О, малая уминает, смотрите. И сейчас занимаюсь... И она уминает, малая. У нее немножко идут пальчики вот так вот, закручиваются. Она много хвастается, много говорит. Это дешевые понты. Татуировка у тебя, что ли, или это наклейка? Нет, это не татуировка. Это я просто иногда клею. Если хочешь, я тебе сделаю татуировку. Потому что я тату-мастер. Своё тело я бы ему не доверила. Я очень хотела узнать весь сегодняшний день, почему в вашей семье обязанности жены выполняешь ты? Потому что она постоянно обучается, развивается. И по работе у меня сейчас небольшой застой. Поэтому больше времени. И как бы есть возможность помочь жене. Татуировки делаю редко. От 30 до 50. У меня еще мало клиентов. Я еще пока только нарабатываю. Поэтому такой заработок. Мне бы не очень было комфортно жить в таких условиях. Потому что я считаю, что с этого момента и начинаются все вот эти непонятки по жизни. Вам хватает 30 тысяч рублей на то, чтобы прожить с двумя детьми? Да. Но у нас еще вторая квартира, мы ее сдаем. Он сам понимает, что лузеры. Поэтому он пытается приукрасить действительно, чтобы не выглядеть настолько лузером. В Санкт-Петербурге в это время все клеится. И рис для суши, и дружеский разговор. Почему ты не готовишь? Объясни. Я постоянно работаю. Делегирую это или мужу, или мы водим детей в кафе. Получается, что ты глава семьи, добытчик. Добытчик, получается, основной я. Как-то странно не суши делает. Зарабатывать деньги должен мужчина. И все остальные вещи, которые должен делать мужчина, нельзя перекладывать на женщину. Вот у твоего мужа какая стратегия? Что он хочет? Или он все добился? У моего мужа такая стратегия, что он ничего не хочет. Мы переехали в Сочи. У нас там две квартиры, машина какая-никакая. Но он в зоне комфорта находится, и нужно его сдвинуть. Я так предполагаю, что у тебя жена по этой части как раз. Она меня двигает постоянно. Я был упаковщиком весов, курил, пил по вечерам. Была машина в кредит, и что прошло через 10 лет. Ты понимаешь, что это ее заслуга, да? Все, что сделал мужчина, это заслуга только женщины его. Муж пляшет под ее дудочку. Что Элина скажет, то он и транслирует. На самом деле у него тоска в глазах. Может, это вовсе не тоска, а голод? В Сочи, например, сытый Сергей сменил командный тон на безмолвную уборку посуды. Где я буду спать? Давай, знаешь, как сделаем? Я сына возьму туда, а ты можешь внизу. А ты сюда. А дочка сверху. Ну хорошо, ладно. Так подойдет, да. Так, завтра тебе, значит, нужно будет поехать на ораторское искусство в 7.30. А еще у тебя будет наращивание ресниц. Я буду наращивать ресницы? Ну да, у меня жена наращивает, и ты будешь наращивать ресницы. У нас там есть девочка, которая занимается, она тебе подскажет, как это все делать. Хорошо, я поняла. Сегодняшний день... Главное чувство, она растит, так нарастит, бля, как приклеит. Было достаточно сложно, но я не жду, что завтрашний день будет легче, потому что очевидно, какой Сергей человек, и что от него стоит ждать. Между тем, в Петербурге Юля идет в гости к своей новой свекрови, прямиком со второго на третий этаж дома. Познакомились мы с Димом поближе, такой он у вас воспитанный сын. Когда отца не стало, мне было очень трудно. И вот только благодаря ему как-то вот так получилось, что... Все взяла до все руки. Все делает, да. А как с Элиной выживаете? С Элиной, да, по-разному. Да вы не уживаетесь. Тяжело, да? Мне, если что-то не нравится, я сюда ухожу, закрываюсь, и все. Конечно, она ему что-то говорит и против меня, и не знаю. Как обычно, как во всех семьях. Главное, стараться не туда, не ходить, не мешать. То есть вы обходите стороной, как бы? Абсолютно. Я увидела, что свекровь не пускают на эту территорию, быт разделен. Ну, здесь нет речи о мирной семье. О мирной семье речи может и нет, зато мирно поспать очень даже получится. Наступил второй день обмена, и в Сочи у Элины новый шанс накормить детей. Кашу будешь с молоком геркулесовым? Нет. А что ты хочешь? Ты будешь бутерброд? Хорошо. Просто бутерброд? С чем? С какого шоу? У Саши, видимо, поощряют такое поведение, поэтому он позволяет себе делать больше, чем Вика. Кто Сашу поел? Саша поел бутерброд, потому что не захотел есть кашу. Как один бутерброд, чтобы поел? У тебя что, ребенок тоже с утра бутерброды есть? Саша сказал, что хочет бутерброд. Ты представляешь, он сейчас пойдет в садик, и будет весь день там голодный. Приготовь ему кашу, пожалуйста. Он сказал, что он не будет есть кашу. Найди к ребенку подход и поторопитесь с садик опаздываю. Я не буду ничего готовить. Саш, ты без завтрака. Я думаю, что она так себе начнет, и ребенок как-то сам по себе. В итоге я взял ему сам свою кашу, и ребенок поел. Саша, ты решил поесть кашу? Надо просто к нему подход найти. С ним можно договориться, можно с ним. Он мог ответить сразу на мой вопрос. Сразу бы ответил, сразу бы получился у каши. Это ребенок. Еще раз говорю, найди к нему подход. Мне на самом деле кашу... Я тут согласен с мужиком. Типа подача такая. Будешь кашу, не будешь. Ну и все. Ты что, хочешь кашу, блядь? То Сережа в итоге просто заставил Сашу мне назло съесть кашу овсяную. Никогда еще овсяная каша не была настоящим орудием мести. Впрочем, главное, дети накормлены, теперь им пора в сад. А Элине по делам. Он мужик, бля, едет со шлифовкой. Кия! Газую и шлифую. В Петербурге утро начинается не с каши, а с фруктово-овощного смузи. Слушай, а что так поздно меня разбудило? Девять. Что там смешало? Банан, огурец. И что-то было еще. Утро нужно было полдевятого в лучшем случае, потому что, во-первых, сегодня тебе клип какой-то нужно делать. И, кстати, поедешь в город, я тебе дам документы, нужно отвезти, заверить у нотариуса. Ребенка накормить. Что такое? Меня не разбудили. Давай быстро одевайся, давай кофе делай. Где тут Дима, который был вчера? А что я без молока, кстати? Огурцы с молоком, что ты как-то не рискну, я у тебя же много дел сегодня. Тут огурцы? Да. Фрукты с овощами, зеленый смузи. У меня нет ассоциативного ряда выражений. Но это не зеленый смузи, ты еще банан добавила. У меня смузи и огурец. Я просто не понимаю этого. Я из вежливости попробовал, но мне не понравилось. Есть огуречный сок, по-моему, как называется, да, там огуречный смузи. Полезный кофе? Нет, кофе полезного еще нет. Ты завтрак готовишь, а я пойду помоюсь, потому что мне нужно ехать. Приготовление завтрака Юлия начинает с уничтожения. Нормально вы, бля, суши пожрали, бля, крутили, крутили, все в мусорник. Я не с такой семьей, я с богатой, бля, если вечером не сел, все, нахрен в мусорник, нахрен это все крутили, бля. Женя вчерашнего ужина. Слушай, я буду мотаться по всем этим делам, я что, как, на чем я это все буду делать. Будешь ездить на или на машине, у тебя опыт есть вообще? Смотри, у меня большой опыт вождения, 15 лет, но я никогда не беру какие-то чужие дорогие вещи. А если я попаду в ДТП, что мне, продавать квартиру в Сочи? Если тебе, ну, мамина машина, ближе как бы, она более такая спокойная, можешь ее взять, если хочешь. Я был очень рад, что Юля отказалась ехать на машине моей жены, это было самое лучшее, оптимальное решение. Самая дорогая машина, да? И Лене выбирать транспорт не приходится, Сергей уже везет ее на занятия по ораторскому искусству на своей машине. Машину надо бы помыть, честно, помыть и перешить салон. А окна вы не закрываете, как бы. Кто украдет, бля, ты что, это, бля, главный барыга на районе, закрыть окна, не? Там полный пи***, там очень грязно. Просто забесило. Машина бизнес-класса, мне кажется... Серьезно, чувак, без обид. Киев, хорошая машина за деньги, ну, я видел салон, ну, до бизнес-класса, конечно, ну, чуть-чуть преувеличил, капельку. Она просто уже зажралась, и я не знаю, на чем она, конечно, там ездит. Держи. Езжай, короче, теперь на транспорте, раз тебе не нравится моя машина. У меня нет машины? У тебя теперь нет машины. В смысле теперь нет машины? И за тобой я не приеду. Пока. Бизнес-класс, ну, диски, кстати, какие бизнес-класс. АМГ! Бля, стоят, знаете, в Бабах такие диски, а резина какая лысая, заметьте, вот реально она лысая. Бля, я сейчас смотрю, тупо летние резы, она просто лысая, бля. От таких людей, как он, в принципе, таких поступков и ожидаешь, он использовал себе впечатление. Ты мужик странный, реально. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Элина, я вместо езжа шла на ораторское. А вот он, ну как, а я Дарья. Почему? Почему наше занятие? На моем занятии всегда проходят все разминки для артикуляции именно вот с этой штукой. Пожалуйста. Она дезинфицирована? Да, это новое только что из бутылки вина. Попробуйте прочитать эти звуки. Спу. Вспо. Вспо. Вспе. Чфу. Фо. Па. Пэ. Пи. Ву. 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 Это не так легко, как казалось. Это достаточно напрягает очень все мышцы лица. И это, как говорится, набитым жтом. Я не знаю, но это вообще неудобно. Чем чаще чищу, тем чашка чище. Чем чаще чищу, тем чаще чиху. Посмотрите, что произошло. Вы открыли рот, и я увидела ваши зубы. Значит, эти мышцы обычно леют. Я думаю, что ты так зубами, как лошадь улыбается. На этих курсах все. Вот так будем разговаривать, чтобы все понятно было. И мы говорим на автомате вот так. А лучше артикулировать. Когда обучаешься, чувствовать себя идиотками проблема. Проблема в том, что ты идиот по жизни. Вот это проблема. Губы трубочкой и не раскрывая. У-и-у-и. Но не у-и, а у-и-у-и. То есть мышцы должны быть все время собраны. Начали. Не раскрываем, держим. Подбородок вверх. Не открываем рот. Пока Илья научится заново говорить, Юля готовится вспомнить азы управления автомобилем. Это адрес, где будет клип. Это адрес, где нотариус. Это первая часть документов. Первый пакет. Второй пакет я тебе подвезу. Я оставлю документы на ресепшене, там, где будешь снимать клип. Так, садись. До родов детей. Я вообще была гонщицей. Я обожаю машины. Я езжала на дальнее расстояние. Я прекрасно вожу автомобиль. Нажимай на тормоз. Ну. Ты на тормозе жмешься ремень левой ногой? А какой? Две педали, две ноги, блядь. Серьезно. 15 лет вождения, блядь. Я тогда понимаю, почему там было колесо пробито, блядь. Чувак удивился. Мне так как-то, это, Снежкина сестра Илон тоже села. Две педали, две ноги, блядь. Я газую, блядь, кумрулю. Я, блядь, срак, я субболик. Левой ноги у тебя просто нету, считай. Ты инвалид. У тебя есть только правая нога. Так нельзя было говорить. Правая нога тормоз, правая нога газ. Все, поняла. Мне показалось, что либо она приврала. Какие 15 лет она ездила. О своем стаже, либо она чего-то боится. Ключ поворачивай, чтобы она завелась. Все. Подожди, все. Так, а переключать как? Скорость? Она сама себя переключает? Нет, переключение такое. Д это вперед. Р это назад. Погоди. Меня уже смутило то, что у нее две педали и две ноги, если честно. Газ, тормоз, блядь, вот так нажимать, это просто жесть. А нахрена она ляпает, что у меня там такой опыт, блядь? Ну, 15 лет. Я реально учусь? Я вообще мастер. Шарел. Тима прикидывает, во сколько ему обойдется новая машина для мамы. Его жену в Сочи ждет транспорт попроще. Ведь Сергей оставил Элене всего 50 рублей. Что-то меня это было послушает. Я решил не искать участный транспорт и собрать деньги и такси. Здравствуйте. А вы можете мне помочь, пожалуйста? Да. Дело в том, что мне муж дал денег только на общественный транспорт. А я бы хотела поехать на такси, а ехать не очень долго. Понимаете? Лупа, не дура, блядь. Я просто на такси, ну, с нищебродами ехаю тут. Я на такси хочу. Я с такой семьей, как у всех, понимаете? Я с богатой. У меня нету наличных собак. Сейчас же все по карточке. Здравствуйте, ребята. Вы мне можете помочь, пожалуйста? Денег нет, но вы держите. У меня было желание это бросить, потому что на меня очень странно смотрели люди. Когда на одной чаше весов стеснение, а на другой поездка домой с комфортом, перевес очевиден. И Элина решает продолжать. Я, к сожалению, наличие вообще не имею. У меня есть мелочь. Дайте мне, пожалуйста, хотя бы мелочь. 12 рублей. Спасибо большое. Это уже помощь. Я люблю вас. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Я просто хочу доехать на такси, и мне чуть-чуть не хватает. Вы мне можете помочь? Блин, я так просто не даю деньги. Но за 50 рублей я тоже не буду. Вы могли бы мне дать рублей 50? Ну, какая шутка. Я вам дам и счет. Спасибо большое. Даже человек, который меня не знал, дал мне денег больше, чем мой новый муж. Вы мне можете, пожалуйста, помочь? Можно. Вы мне могли бы, пожалуйста, мне денег дать на такси? Может, отвезти вас? Ну, можно, да, если ты не против. Отлично. Спасибо вам огромное. А, еще нормально, еще 300 рублей заработала. Бесплатно повезли. В Петербурге Юля вот-вот примерит на себя роль героини музыкального клипа, который снимают друзья Элины. Я повезла просто все вещи, которые у меня есть. Потому что я вообще не знала, мне не хотелось выглядеть нелепо, я не понимала, куда еду, что за клип и какая роль. Привет. Я на клип приехала. Привет, здравствуйте. Меня Юля зовут. Михалыч, Максим, можно. А скажи задачу клипа, вообще, как я должна выглядеть? Примерно вот так. Я тебе сейчас все объясню. Очень классно, такая красивая локация, счастливые люди. Задача следующая, смотри. Девушки у нас танцуют, пляшут, мы на сцене находимся. Ты находишься сзади, вот там, в той стороне, около столика где-то. И после того, как будет припевная часть, мы начнем петь «Свет твоей глаза». Девчонки расступаются, и ты идешь одна к нам навстречу на сцену, к нам. Это первый кадр. А Элина с тобой как давно этот клип снимает? Элина вообще просто люк с конфетом, моя подружайка. Она так много успевает, и бизнес-леди, и она меня всегда постоянно выручает. А кого играла Элина? Наиграла мою девушку, которой я пою эту песню. Ну я просто ***, не пойму, чем занимается там Элина, что это за клип. Так типа, это его песня, я понять не могу. Юлчик, давай, все, собирайся. Оксан, сколько там еще надо по времени? Все, 10 минут. Все, давайте, короче, давай. Я надела домашнюю майку, юбку, в которой только вышла на балкон, она начала развиваться. И я думаю, ну все, я сейчас буду совсем на равных ходить в трусиках по веранде. Юля, познакомься, это девушки, девушки, познакомься, это Юля. Начинаем, да, просто, вы на концерте. В основном, как я знаю, как записываются к клипу, включается просто плюсовка. То есть оригинальная музыка, и ты под нее открываешь рот. А тут как-то что-то не попахивает вообще клипом, а просто какой-то видеоряд снимают, потому что нету плюсовки. Чувак просто играет на гитаре. День чудеса, не в телефоне. Короче, этот клип никто не снимал. Да не увидит свет твоих глазах, свет твоих глазах, свет твоих глазах. Боже, насколько это для форшиво смотрится, дешево. Я была сегодня в восторге. В восторге от энергетики людей, что молодые люди, так все так клево было, зажигательно. Очень классная песня, очень классно они ее исполнили, это все было весело. Но эмоции зашкаливают. После съемок клипа Юля остается... Да, это вам не клип Моргенштерн и Тимоти, конечно. ...ждать Диму, который обещал привезти документы для нотариуса. А в Сочи Элина уже в шаге от своего звездного часа в роли мастера по наращиванию ресниц. Здравствуй, я Элина, я сегодня буду вместо Юли. Меня звать Алена. Очень приятно. К ресницам вообще знаем, что такое. Да, я пару раз наращивалась. Вообще, посмотрите, я где это. Это замечательно, я смотрю, у нас сегодня по плану мастер-класс. Я проведу теорию, а тебе надо будет показать на манекене фэшн ресниц. Можешь использовать все, что хочешь. Да, понятно. Стразы, бульонки, блестки, перья. Кого, бульон? Бульон? А, бульонки? Может, бульоном, бл**ть, на глаза сразу... Майонезом, берите, что хочешь. Хорошо, я в голову приняла. Бульонки, новое слово для меня, бульонки. Вот так делать нельзя. Ты с кожей не контактируешь. Ты вот это вот сейчас прям вообще не отдерешь. Ты понимаешь, ты видишь, что происходит? У тебя будет химический ожог. Каждую ресничку к ресничке, чтобы там не склеились ресницы между собой. Это реально адский труд, и я бы не смогла работать по этой профессии. Думаешь, она не откроет глаз, да? Никогда? Ты человеку в глаз воткнула ресницу. Во-первых, у него глаз вздуется. Это раз. Отек будет очень сильный. Доктор, по-моему, у меня хрень, бл**ть. Два. Здравствуй, конъюнктивит. Ой, зашли. Ты же понимаешь прекрасно, что мы-то не можем показать ученикам. Ну, я не планировала это показывать ученикам, потому что я сама ученик. У меня получился хороший, незабываемый образ. Что за пелье в глазах? Просто выполнить его надо было слегка иначе, более профессионально. Спасибо большое. Извините, что я вам все там напутала. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Посмотрите внимательно и запомните, так никогда делать нельзя. Ну, хотя бы хлопать ресницами в надежде на еще одну бесплатную поездку по городу Елене не придется. Ведь выпрошенных ранее денег хватит на такси до дома. А в это время Юля все еще ждет Диму с документами. Все начинают расходиться. Никто вообще без понятия, где какие документы. Я облазила все подушки, все диваны. На этих каблуках стерла все ноги. Документов нет. Дима не приехал. Его нет. Я решила ехать домой. Так, что за записка? Как паркуешься, так и ездишь. Отличное завершение дня. А, бля, ей пробили колесо. Хотя... Бля, короче, ей не пробили колесо. У меня такое впечатление, что съемочная группа просто нахрен его спустила. Сто пудов. Хоть без мата, спасибо. А как иначе, все-таки Петербург культурная столица. Нет. Ответочка за парковку. Я по пустякам вообще не переживаю. Ну, прокололи, прокололи. Хорошо. Первым делом я открыла... Так она стала нормальной на парковке, ну, судя по тому, что я видел. Ну, вроде бы. То есть просто съемочная группа решила спустить колесо. Я не думаю, что оно порезало. Багажник убедилась, что есть запаска. И все хорошо. Пошла искать мужика, который мне поможет. Здравствуйте, парни, помогите колесо поменять. А накачать колесо не вариант, да? Нет, проткнули колесо. Запаска есть, а менять не умею. Ну, слава богу, нашелся мужчина. Я обожаю настоящих мужиков, которые помогают чужим женщинам. Спасибо большое. Пожалуйста. Вы меня прям спасли. Я вам желаю, чтобы вашей жене тоже всегда помогали. Чтобы ей добрые мужики такие сильные прям встречались. Ну, молодец. Спасибо большое. Договорилась. Вышла ситуация. Далее в программе. Дорога, ***. Бедный твой муж, ты его так ***. Это для меня тема достаточно сложная. А во-вторых, нечего сказать. Как впечатлить временную жену? Мама! Что, может, иметь эту ручку? Я бы ей набил бы, я ***. И чем ответят жены на смене правил? Ну что, ты готов к унижениям? Я тебя жду, ты где? Что-то странное. В Сочи Элина, если и готовы благодарить мужчин, то всех, кроме своего нового мужа, который как раз ждет ее у дома. Привет. Ну что, покаталась на общественном транспорте? Нет, я приехала на такси. Я еще и денег заработала. Да, я устала. Ладно, я переборщил. Давай в качестве извинения. Я предлагаю тебе пойти на озеро и пожарить шашлычков. И только если все будешь делать ты. Все я пожарю, будет вот так вот. Хорошо. А дети где? А дети все, я уже в садик и забрал. Вот они там гуляют. А, все, хорошо, пошли. Готовить дома я не хотела, поэтому решила, что он всех накормит на шашлыках. И я спокойно смогу прийти домой отдохнуть. Расчет правильный. Сергей и продукты купит, и всю семью к озеру отвезет. Дорога, ***. Давай, я тебе помогу. Блядь, у мать, конечно, у тебя палата, блядь. Ну кто он, блядь, на шашлыки? Тебе сказали, блядь, мы пойдем на шашлыки к озеру, блядь. Сука, дело каблуки. Вообще не по форме, конечно, немножко. Ох, извиняйте. Очень красиво тут. Такая вода зеленая. Еще бы свадебное платье, блядь, я делаю бы в пол, чтобы удобно было. Место мне показалось неудобным. Я постоянно скатывалась ногами на каблуках. Я все время скатывалась с этого склона. Ты в салоне работаешь? Дома или где? Нет, я раньше работал в салоне. Потом салон этот закрылся, и я съехал на квартиру. Ты ее снимаешь? Нет, это наша квартира. А, ваша квартира, то есть, которую вы как бы сдавали? Которую, да, мы раньше сдавали. Сейчас я там работаю вместе. А клиентов у тебя много? Клиентов нет. Может, и неделя свободная будет. Ты не думал чем-то занять свое свободное время? Я не вижу в этом смысле просто. Мне все нравится в моей жизни. Отлично. Надо там раз в две недели поработал, раз в месяц. Мне все устраивает. А что? Просто свою работу ненавидят, и они ходят на работу, как на каторг. А мне нравится моя работа. У тебя все везде отваливается. На машине и в доме. Ну, странно. Что у меня с домом не так? Все у меня отлично. Да у тебя все там отваливается. Розетку прикрутить одна минута. Ты не умеешь прикручивать гвоздь в стенку. Я не заморачиваюсь по мелочам по всяким. Он пытается свое нежелание что-то делать, списать на такую романтическую фразу «жить в кайф». Но я считаю, что это просто от нежелания шевелиться. Бедный твой муж, ты его так ***, по-русски говоря. Мне уже жалко этого человека. Зато у меня чистый, аккуратный дом, и у меня ребенок видит отличный, прекрасный пример мужчины. Хорошо, вы молодцы. У меня складывается ощущение, что у нее муж принеси-подай, иди на *** не мешай. Фифочка. Даже шашлык в глазах Элины не прибавил Сергею очков. А в Петербурге, между тем, Юля только возвращается домой. Колесо мне поменяли, приезжаю домой, и тут выходит Дима. Слушай, ты что дома? Я полтора часа тебя там жду. Мне на меня смотрят все, как вы думаете. Слушай, я на самом деле закрутился, потому что, ну, во-первых, макету нужно было согласовать, во-вторых, запустить нужно было заказ. Я тебе говорю, просто вылетел из головы. Ну, я не смог, у меня клиент. Блин, ну, есть тысячу способов предупредить меня, чтобы я там не ждала. Мой муж бы так не поступил. А что с колесом? Прокололи меня. Да *** не с колесом, а чему просто? Нет, подожди, блин, я дал тебе машину. Офигеть. У нас вообще как-то, знаешь, так это в семье не принято из-за машины, там что-то кипишно водит. Да не проколото колесо, видно, что не проколото. Просто опять нужно что-то делать, чинить, опять вкладывать деньги. Чинить, бля, накачать колесо, чинить, конечно, стопудово, бля, чинить. Дима трясется за каждую копейку. Для него проколоть колесо, это драма просто века. А для меня это ерунда. Видно, что он даже не спущен до конца, бля, проколото, господи, ну хоть как-то постанову снимите, хоть как-то более правдоподобно. Лучше бы на машине для жены сэкономил. Ты что-нибудь купила на ужин? Нет. Офигеть. Давай сейчас яйца пожарим просто и все. Отлично, мы будем 5 дней есть яйца. Ну а в Сочи после ужина, щедро приправленного упреками, Сергей решает добавить немного от себя на десерт. Элина, иди сюда. Вот смотри, ты мне весь день говоришь, что у меня в доме все плохо, все ненормально, беспорядок, беспорядок. Да. Ты свои вещи бросила с утра, вот все это валяется. Ты даже кровать не заправила за собой. И что? Я встала и сразу поехала на работу. И что? Ну ты убери вещи-то. Кто у нас отдыхается неделями? Нет, подожди, у вас совсем другие правила. Я за тобой не собираюсь убирать. Я живу по вашим правилам. Нет. Очевидно, что он хотел ко мне придраться за что-нибудь. Очевидно, что поводов у него было немного. И он взял просто несущественный повод, чтобы меня достать. Розетку сейчас вот так ногой снесу. Давай, давай, сегодня будешь на полу спать. В чужом глазу Саринку заметит, в своем бревно не видит. Вопреки угрозам, Элина ложится спать на кровати. А Юле отдохнуть удастся еще не скоро. Это приехала Рита, это сестра моей жены. Она приехала с сыном. Она сегодня будет с нами. Ты мне, кстати, скажи, мы вчера суши кушали. Было две тарелки. Рит, а можно попросить тебя, мы сейчас поговорим, пока выйти ненадолго, минут на 10. Надо было оставить вчерашнее суши, я их сегодня утром нашла, и накормить тебя. Правильно, оставь пик, спроси, пожалуйста, просто. Меня это очень взбесило, потому что я был очень голодный и рассчитывал на эти суши. Суши свежие. Утром ты могла мне сказать? Я не ем вчерашнее еду. Блин, я выкидываю суши. Ну ладно, ты не ешь, я ем. Я могу поесть вчерашнее еду, если она стоит в холодильнике. Но суши, которые простояли ночь в духовке, серьезно. Ну, я согласен. Наверное, там бы срали дальше, чем мы видели. Скажем так, ну, я не знаю, если без рыбы, то херня еще. Такой спорный вопрос. Хотя тоже, ну, если там реально рыба была, ночь в духовке. В лучшем случае пропердеться можно. Это в лучшем самом... Добрый вечер. Добрый вечер. Что-то я уже спать ложусь, слышу. Ругаетесь. Я его прождала полтора часа, и Дима не появился и не предупредил никого. Дим, а чего же ты так? Так что произошло? Ладно, мама, давай, знаешь что, уже поздно. Сейчас я детей покормлю, иди тоже спать. Я просто сейчас сорвусь на тебе, и все. Что? Сорвусь на маму. Оказывается, Дима, ты не такой идеальный, как казался в первый день. Не надо, не надо ссориться, не надо. Обняла меня безумно приятно. Исторический момент. В доме Калмыковых свекровь впервые обнимает невестку, пусть и временную. Знаешь, на завтра с Элиной назначенный день, мы каждую неделю собираемся с девочками на завтрак. В 9 нам надо вот прям край выехать, потому что это будет в городе. Ладно, все хорошо, давай. Завтра в 8 проснусь, в 9 мы... Посиделки, совместный завтрак. Мне можно в 8.30 даже проснуться. Ну, тут сама. Все, спасибо, хорошо. Сегодняшний день у меня это полпотолок эмоций. От супер классных, когда мы там были на пати, да, до супер каких-то очень странных, когда мы ругались, а потом очень долго успокаивалась. Наступил третий день обмена, и в Сочи Элине предстоит провести его в роли мамы двойняшек, ведь в садике выходной. Ребятки, я поехал на работу. А можно я к тебе на работу приеду? Да, можно будет, тогда я сейчас нянечку вызову. Так, значит, заплатишь нянечке и на такси приедешь ко мне. Я хочу посмотреть, действительно, он мастер, хочу посмотреть на его работы и на место. То есть, как чувак это, понимаете, показывает, где я работаю, то нянечку вызову, на такси приедешь. Нет, легко. А как это, едешь на городском транспорте, денег нет. В котором он работает. Может быть, он стал таким в результате того, что разочаровался в себе сам. Для Насти. Очень приятно, я Ирина. Очень приятно, мне Сережа звонил. Да. Что нужно, няня. Очень нужна. Она уже приходила, не жунилась. Вообще, я Сережина сестра. А это мои троюродные братья и сестренка. А, сейчас позвоню няде. Ну, не Надя, а няне. Я вообще сестра, как бы. А, я поняла. А что ты думаешь по поводу их личных отношений? Юля, получается, немножко посильнее, она пытается подтянуть Сережу. Дотянуть до своего уровня, да? Давно ли он работает мастером по тату? Вот мастером по тату не знаю. Знаю, что у них раньше была точка на рынке, они торговали вещами. Бизнесмен, точки на рынке, ни хуй себе. До встречи с Юлей он занимался каким-то бизнесом или это все ее идеи? Я думаю, что это, наверное, ее идеи. Просто Юля прямо, она сильный мотиватор. Рядом с ней хочет развиваться. И Сергей стал с ней намного лучше развиваться. Значит, он не особо-то и стремился в принципе изначально. Кто сказал, что он стремился? Кто сказал, что он был бизнесменом? Прямо топ. Дети пристроены, и Элина едет с инспекцией в тату-студию. А в Санкт-Петербурге у Юли по расписанию важное мероприятие. Завтрак с подругами в кафе. Наконец-то, девочки. Что так долго? Это не кафе, это ресторан, но не кафе. Это Юля, это наша нежная Роза Олеся. Очень приятно. Это очень деловой человек, ее очень тяжело все время выманить. Мне легко найти. Да. И тяжело потерять. Потима. Очень приятно. Ну и как тебе в новой семье? Потима похожа на гадалку. Расскажи. Непривычно, разные устои. Мне, например, очень странно, что Дима с Ириной проводят время в Розе. Ходим с ней на фэшн-вик, на выставки. Понятное дело, что мужчине это неинтересно. Почему понятное дело? Можно же его как-то втянуть в это. Или он не будет получать от этого удовольствия, или будет ходить на это такое больное. Подожди, а на чем они зазнакомились вообще? Должны же были быть какие-то... Они работали в одной рекламной кампании. На самом деле, вот моя точка зрения, мне кажется, что они слишком разные, и это помогает им быть вместе. Это же странно, там жить столько лет с человеком и искать общение на стороне. Но для нее есть свои какие-то минусы в нем? Например. Он все забывает, раздражает ее, перенесит. Мы слишком разные, поэтому это хорошо. У нас, как вы понимаете, вообще общего ничего нету, в этом-то и плюс. Нам не о чем поговорить. Она больная, а я спокойный. Поэтому это шикарно, да? Ну, спорный вопрос. Когда люди чересчур разные, что им интересно? То есть, если один любит поговорить, а другой любит помолчать? Вот тут сложно. Как вы это объясните? Что, ох, они создали друг на друга. Один молчит, а другой говорит? Только один не любит разговаривать, а другой любит помолчать? Ну, типа, понимаете смысл, да? Обещает, а не выполняет. В моем понимании, бизнесмена, это такой человек со стержнем, с твердым характером, который все успевает, все запланировано. Потому что вы в одном брусле. Если бы он был в подчинении, он бы продал, наконец-то, этот дом. Да, кстати. А почему? Потому что этот дом ей не нравится. Это вообще дом Диминого папы, который, да, они строили еще с его мамой. Так. Вот, и он ей не нравится в плане планировки, в плане того, что вообще приходится там жить. А почему они, допустим, не продадут машину и не купят квартиру? Не хочет Дима. Проблема не в продаже. Она не хочет там жить. Я офигела с того, что Элина хочет распоряжаться домом, который им не принадлежит. Но они с его мамой не дружат, я так поняла, да, что у них там так все разделено. Мне кажется, две любые женщины не могут сосуществовать в одном доме. Я согласна, я и удивляюсь, почему они там живут. Они очень ссорятся на это. Мама важна. То есть у них такие отношения теплые. У него теплое отношение с Элей, но и теплое отношение с мамой. Мне завтрак понравился. Приятное общение с девчонками было, в принципе. Нет, не общение, девчонки были приятные. Пока Юля выясняет всю подноготную семьи Калмыковых, Элина вот-вот откроет для себя тайны работы тату-мастера Сергея. Привет. Ой, тут тоже две плиты, да, у вас? Да. Ну, мы здесь год прожили. А, это ваша квартира бывшая? Мне стало понятно, почему у него нет работы. На кухне, судя по всему, работает. Я бы не стала бить тату ни у кого в квартире никогда в жизни. Что, может, имя татуировочку сделаем? Выбирай. Но только если временную. Полчицу тебе. О, огонек. А ты не хочешь пока? Ну, я согласен. Даже, знаете, то есть, ладно, если бы это была квартира, но какая-то атмосфера. Просто кухня, какой-то стол и все. Вот как-то даже непрофессионально все смотрится. Попробовать с временными. С хной, с вот этими временными татушками. Давай я тебе сделаю, посмотрю, как это будет делать. И, возможно, может быть, в будущем и попробую. Потому что вот я бы, например, когда приезжала, ну, приехала бы в Сочи, я бы сделала себе временные. Я делала себе хну в Индии, например. Было не страшно и недешево стоило. Если бы она согласилась делать татуировку, я бы ей набил бы. Я с*****, осторожно. Вот видишь, смотри, 5 секунд. 300 рублей, на. И смотрится она прикольно. И смотрится огонь. И там через 2 дня она сойдет, я ее смою. Через 2 дня приду тебе новую наколю себе для фотографий. Ну да, прикольно смотрится, кстати. Ну, похоже на тату. Чтобы не расстроить его. Похоже. Чтобы не расшуметь его самолюбие, я согласилась сделать эту татуировку. Она мне не очень понравилась. А вот в Петербурге вернувшуюся... Ну, это сделать не татуировку, а просто наклейку наклеить. Ну, типа, я не вижу в этом никакого таланта. Взять, приклеить к ноге наклейку. Да ты мастер. Домой Юлю волнуют вопросы личной жизни Димы. Дим, ты знаешь, что девочки обсуждают на завтраке? Я не бываю на завтраке. Я не знаю, что они обсуждают. Вот очень зря тебе нужно было как-нибудь сходить на завтрак с ними поговорить. Сидит простая сестра твоей жены и говорит, Гима в хлам просто забытчивый. Он вообще ничего не запоминает. Он ничего не делает. Он все забывает на ходу. Здесь она борщит. Они обсуждают, что Элли не нужно тебя настроить на то, чтобы ты продал отцовский дом. Ну, глупости какие-то. Я считаю, что это абсолютно неправда. В полной уверенности могу сказать, что Юля неправильно поняла Эллиных подруг. Я вижу картинку, что у тебя женщина, которая такая вся на понтах, знаешь, ей нужно создать красивую картинку. Она снимается в клипах, ездит на тачке, да. И я вижу тебя задолбанного мужика просто, который устал от этого всего, от того, что у тебя забот вот так полон рот, блин. Во-первых, это для меня тема достаточно сложная, потому что... Во-вторых, нечего сказать. Если ты хочешь поговорить на другие какие-то темы, пожалуйста, без вопросов. Нет, я не хочу на другие темы разговаривать, потому что много вопросов, мало ответов, и ты не выходишь на разговор, и я понимаю, почему ты никогда не разговариваешь со своей женой. Вот и все дела. И пришло на тебя. Отлично. Я вижу, насколько Диме тяжело. Просто он перегружен заботами. Слишком много обязанностей, слишком много дел, и никакой помощи извне. Хочется как-то поддержать, помочь, брать к психологу, наверное. А в Сочи забот никаких. Клиентов у Сергея нет, и остается одно – гулять. Смотри, какая красота здесь. Тут очень красиво. Вы часто гуляете с женой? Да, мы часто по этой набережной гуляем. Слушай, может, к нам сходим? Нет, я хотела погулять. Ну, давай, погуляемся. Да, давай. Хотела погуляться и посмотреть просто на город. Пойдем, тусанем в клубе. Ты находишься в лучшем городе Сочи. Тут все кайфуют, отдыхают. Я не хочу тусить. Я тут, наверное, нормальный клуб БАЗ, там на хороших коктейлях делают. Я не тусовочный человек. Я уверена, здесь удивить меня какой-то дискотекой просто невозможно. А дергающимся Сереже вообще лучше меня не удивлять. Лучше мы эти деньги с тобой завтра потратим на более нужную вещь, которая принесет нашей семье пользу. Например? Ну, например, мы поменяем сушилку и будем вешать на нормальную сушилку белье. Да, я правда заморачиваюсь. Давай лучше отдохнем. Ты приехал отдыхать. Представляешь, у меня нисколько ниток вообще. Она же сломалась уже лет 200 назад. Я думаю, что ее мужу на самом деле очень скучно. Там нужна сушильная машина? Потому что она не любит вообще отдыхать. Я так понимаю. Он постоянно его чем-то занимает. Что-то он делает у нее постоянно. Это наверняка так оно и есть. Кажется, одной сушилкой дело не ограничится. Ведь завтра смена правил. Утром четвертого дня в Сочи детей отвезли в садик. И Элина готова озвучить Сергею новые порядки, по которым ему отныне предстоит жить. Мое первое правило – начни зарабатывать. Несмотря на то, что сейчас в твоей работе застой, я считаю, что есть возможность дополнительно зарабатывать. И я тебе покажу, как. Постоянно мне зарабатывать. Сделай то, сделай это. Иди туда. Это надо. Это надо. Это надо. Мое второе правило – претендуешь соответствуй. Для того, чтобы люди чисто внешне сразу опознавали тебя как профессионала в своем деле, необходимо внешне выглядеть соответствующе имиджу тату-мастера. Мне стало интересно, что же из этого получится и как я буду выглядеть. Мое третье правило – стань примером для своего сына и настоящим хозяином для своего дома. Ты должен понимать, что твой сын берет с тебя пример и будет считать, что это норма – содержать дом в таком состоянии. Считаю, что это нужно срочно исправлять. Да, я найду на это время и сделаю. Я думаю, что он согласился для галочки, просто чтобы я от него отстала очередной раз. А какие правила для Димы подготовила Юля? Дима, для меня ты как этот чистый лист бумаги. Я хочу узнать, чем ты увлекаешься, твои хобби, что у тебя в голове, о чем ты мечтаешь. Поэтому мое правило – покажи мне Диму. Самое-самое сокровенное, самое интересное, чем ты живешь. Я понял, я это сделаю. Я вообще не поняла, кто такой человек Дима. И мне очень интересно с ним познакомиться поближе и узнать, что у него в голове и на душе. Я все время слышу, как вы заняты, сколько у вас проектов, сколько бизнесов. Но при этом я ни разу не видела вашу работу в реальности. И следующее правило – покажи мне свою работу. Я думаю, будет весело. Супер, я очень рада. Ты как эти разбитые часы. Вроде стрелки идут, но нельзя рассчитывать на их точность. Исходя из этого, мое правило – настрой свои внутренние часы и стань пунктуальным. Будем стараться. Конечно, это правило очень тяжело сразу реализовать на раз, но я приготовила ему веточку. Кажется, Дима только и ждал возможности показать себя настоящего. А для этого нужно одно – прокатиться с ветерком. В Сочи мы тоже катаемся на яхтах, но это немножко другое. Я там заплатил деньги и поехал. А здесь я увидела все изнутри, как это все происходит и как сам хакер спускается на воду. Ну, классно, конечно, эмоции не передать. Ну, прикольно. Готово? Ну, как сказать, давай. Надеюсь, что будет нормально. О, да! О, да! Да, детка! Катер – это действительно его отдушина, он называет «моя девочка», он так прям вот относится к этому всему. Оказывается, у Димы есть интересы и хобби любимые, и это очень круто. Ну, что, как лисы? Плавать на узкие? Это просто, у меня это как первый секс, нет, это не то, но ощущения вот эти вот, это… Короче, ощущения немножечко другие, но приятно, это еще так же. Слушай, для Элины, мне кажется, съемки в клипах – это тоже какие-то эмоции, да, такой драйв получить. Она каждый день хочет каких-то эмоций, поэтому… Новых, да? Ну, может быть, я поучаствовал бы. Дима, как классно! Вот, и после этого проекта я стану менее закомплексованным и буду больше как бы развиваться в плане открытости к людям, там, я не знаю. Да, и мне кажется, если вы вдвоем начнете куда-то вот просто, ты погрузишься в ее мир, и ты тоже там кайфанешь, и мне кажется, даже ей будет намного приятнее. Сейчас я буду включаться гораздо больше. День был просто замечательный, я считаю, что Юле тоже очень сильно понравилось. Сегодня первый раз. Ну, видно, что муж этот более скромный. Он улыбался где-то на протяжении двух часов отряда. Больше в себе он такой. Для меня открылся такой красивый мужчина, уверенный в себе, приятный, который кайфует от жизни. Пока в Петербурге кайфуют от жизни, на Черноморском курорте отдых даже не планируется. Чего ты так нарядилась? Ну как, у нас сегодня день моих правил. Мы сегодня едем, закупаем с тобой аквагрим и идем работать на набережную, зарабатывать деньги. Если заработаем, вечером мы с тобой поедем покупать сушилку и покупать полки для ванны. Блин, какая ты скучная. Какая есть. Мы отвезли детей в сад, и мы поехали с ним на набережную. Мы хотели зарабатывать деньги. Указать, как он может дополнительно зарабатывать в смежной профессии. Ну что? На самом деле она придумала хорошую идею. Он тату-мастер, то есть он рисует аквагрим, лето, рисуй, принцип тот же. Ты готов к унижениям? Я больше чем уверен, что она от своего мужа постоянно пилит. Здравствуйте, давайте сделаем аквагрим. Всего 100 рублей. Или временную татуировку в виде рыбочки. Пойдем выберем. Какая красотища, смотри. Смотри, какого братика рынка. Спасибо. Спасибо вам огромное. Я испытал старые эмоции, когда мы с Юлей стояли и торговали на рынке, да, было такое. И мы с ней соревновались, кто больше продаст. Давайте я вам с скидочкой за 50 рублей всего сделаю. Огонь. Что-то дешево это делаете, ну то ладно. Ну все, ты просто красотка. Вообще. Дайте зеркало. Все, ребятки, вам отличного дня. Спасибо вам огромное. Серьезно. Это аквагрим, да? То есть это а-ля тату-мастер. Ну я видел, как аквагрим выглядит, как рисуют котиков, там, леопарда. Вот это вот. Как будто трехлетний ребенок нарисовал. Без обид, блин. Честно говоря, тебе надо доработать. Доработать? Ты серьезно? Вот это вот. Тату-мастер? Рисунок аквагрим, научиться. А карандаши неудобные, они толстые и плохо мажут. Ну короче, надо... Лучше купить, конечно, профессиональную краску. Да, с кисточкой. И будет проще. Огонь правило? Да. Огонь. Любой человек, если будет шевелиться, будет получать от этого результат. Просто карандаши гаммы, они толстые. С водной прогулки Юля возвращается не с пустыми руками. По пути домой она попросила Диму заехать в цветочный магазин. Татьяна Витальевна. Хочу вас поблагодарить за то, что меня поддержали, когда мы ругались с Димой. Хочу с вами посадить эти цветочки. Красота. Татьяна Витальевна думает, что жалко, что ты уезжаешь. У вас в доме живут две хозяйки. Вам, наверное, тяжело приживаться. Но вы как цветы для Димы одинакова цены. Он одинаково вас любит и важны в этой жизни. Поэтому я хочу, чтобы мы с вами посадили к цветочкам. И чтобы вы, как эти цветы, развивались и цвели. И радовали Диму. Спасибо. Мы сегодня с ней посадили цветочки. Так все было символично. И мне еще очень нравится эта женщина. Пусть они растут, цветут. Можно вас обниму? Да, можно. Спасибо. Мне тоже понравилось. Конечно, я буду вспоминать про такое событие. И цветок хороший. Мне очень понравилось. Наступил финальный день обмена. И в Сочи Элина не оставляет попыток превратить Сергея в настоящего тату-мастера. Ну что, мы приехали реализовывать мое третье правило. Менять твой имидж на имидж тату-мастера. Ты готов? Да ну и нафиг. Нормально одеваюсь. Может, так пойдет? Ну, не похоже на тату-мастера. Вообще не похоже. А как одеваться на тату-мастера? Ты сам бы себя принял за тату-мастера? Ну, давай посмотрим. Ну, да, померим. Если тебе понравится, то возьмешь. Если тебе не понравится... А что, это будет кожаная одежда какая-то или что? Стало мне любопытно, что же она там придумает. Может, какой это будет образ-то вообще. Как одевается тату-мастер? Вообще класс. Посмотрите, какой папа классный, модный. Если мы оденем штаны с дырками и кроссы... Он будет рок-н-ролл и класс. Да, рок-н-ролл и тату-бить. Я вот что-то понять не могу. А почему так одевается именно тату-мастер? О, огонек вообще. Это одежда... То есть, типа, если джинсы одел, все, джинсы, тату-мастер. Футболка, а он, видишь, череп, это тату-мастер. Чё ты, нихрена не понял? Простой, обыденный. Она сама наверняка не знает, как должен выглядеть тату-мастер, потому что у нее нет ни одной татуировки. Не была она в тату-салонах в этой атмосфере. Это просто давай пойдем тебе сменим гардероб. Да, понимаю. Что-то возьмем тебе яркое. Окей, как выглядит тату-мастер? Почему он выглядит так в джинсах, в футболке? Почему именно так? Ну что, дети, что скажете? Бьем, 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 бьем. Мне понравилось, и он стал выглядеть более презентабельно, соответствующему образу тату-мастера. Мне было жаль, что мы купили всего две вещи. А на большее нужно еще заработать. Тем временем в Петербурге... Странная у нее мысль. То есть просто давай сделаем тебя более презентабельным. Но это в любой-то работе и так далее. Почему тату-мастер? Я вот эту логику понять не могу. В Петербурге финальный день обмена как раз начинается с экскурсии на семейную фирму по производству сувениров. Это наш странный офис. Риту, ты помнишь? Я попросил, сотрудники принесли оборудование, чтобы показать тебе часть нашего процесса. Прямо семейный бизнес. Прикольно. Когда я зашла сегодня в офис, я поняла, что... Сестра, жена. О, где генеральный директор, генеральный финансист, бухгалтер и большой штат сотрудников. Что я тебе хотел предложить? На память сделать несколько кружек тебе, твоей семье, для того, чтобы ты могла приехать навстречу с мужем, а не с пустыми руками, но, по крайней мере... Прикольно. Кружка готова. Пробуем. Она очень горячая, да? Оп. О, супер. Огонь там. Очень, очень красиво. И как не отблагодарить нового мужа за прекрасный подарок? Дим, слушай, а история с нотариусом, она еще актуальна? Да, конечно, актуальна. Слушай, я что предлагаю? У тебя где документы эти? Дома. Я сейчас как раз еду Владика отвозить на футбол. Давай я возьму эти документы, и мы с тобой через три часа встретимся у нотариуса. Давай попробуем, может быть, получится. Все, в 14.00 у нотариуса. Ладно, я в этот раз реалитируюсь. Все, хорошо, я тебя жду, давай. Пока Юля едет домой на такси, в Сочи продолжается шопинг. На этот раз цель – хозяйственный магазин. Папа повесит? Конечно. Папа повесит, у него есть дома все инструменты, он сам повесит. Да ты, Саш, поучишься, как он делает это. А давайте сушилку еще возьмем для белья. Сушилка нам нужна? Да нормальная у меня сушилка. Да не нормальная она, ты видела ее? Она с резинками, с какими-то бумажками. Куплю ее обязательно, я тебе обещаю, но чуть попозже. В смысле попозже? Почему мы уже сейчас сюда пришли? Да, Саня, от нее уже пошли. Какой смысл? Она все равно работает. Ну нафиг, она нужна лишние деньги на нее тоже тратить. И то верно. Сушилка, бля. Новая жена скоро из квартиры уедет, а старая сушилка останется. Раздеться не успела, она мне, Сережа, Сережа. Судя по всему, сушилка осталась, потому что на заднем фоне у чувака она стоит. Сто пудо специально поставили, чтобы мы уже видели. Весь по весь полку. Ну зануда вообще конченная просто. Саш, посмотри, как папа классно решает полку. Видел? Смотри, у вас будет своя полочка внизу, мы туда ваши вещи положим. Саша смотрит на тебя и будет так же делать в своей семье. Не забывай об этом. Хорошо. Я горжусь тобой, что я это сделал. Бля, кто вкручивает полку прямо в швы? Элина, Вика, Саша, пошлите посмотрите, какую полочку он сделал. Мы сейчас все с вами вещи свои поставим на полку. И у нас вот там вот под ванной ничего не будет стоять. Все? А, так у них даже трубы не в стенах спрятаны. Идем делать розетки? Понимаешь, розетки это безопасность для детей в первую очередь. Небезопасно так оставлять электричество, потому что они могут что-нибудь туда пихнуть, закоротить, не дай бог. Бля, подождите, один момент, секундочку. У вас что-то везде горит свет. Я очень надеюсь, что он розетку выключил. Потому что почему-то в квартире свет горит. Я надеюсь, что там у него есть рубильник отдельно на розетку. Потому что странно, почему туда твердки лезет. Ох, тфу-тфу-тфу. И все. Да, я с тобой полностью согласен. Поэтому сейчас переделаю. Ну, в принципе, она молодец, что она это подметила. Так как у нее тоже есть ребенок. Тоже переживала, я так понял. Главное найти подход к мужчине. И кажется, Элине это удалось. А вот Юля решила бороться с привычками Димы радикальным способом. Когда я приехал на первый адрес в нотариус и ждал ее там. И не дождался. Алло. Немного опасываю, поэтому надо, не успеваю. Давай с тобой встретимся на наличной 49. У другого нотариуса. Давай, что делать? Давай. Ладно. Я просто ждал тебя здесь. Ну, Ниша, я не успеваю, да, пока Владишу завезла домой с футбола. Ну, бывает. Все, давай через сколько? Через 30 минут я тебя там жду. Я отвезла Влада, вернулась не спеша домой, поиграла с ним в футбол. И села на балкончик получать удовольствие от жизни. Я тебя жду, ты где? Я на адресе, ты мне сказал, я приехал. Короче, я так понимаю, она решила его проучить, но потому что дальше логики я не вижу. Общательство так сложилось, что я вообще никак не могу выехать. Ладно, давай тогда увидимся, пока. Хорошо, пока. Я думаю, что Нима понял этот урок. Дмитрию стоит поторопиться, ведь прямо сейчас его родовое гнездо оккупируют незваные гости. Дом, ну, адекватно захламлен. И требуется уборка. И так как мы наконец-то живем, по моим правилам, сегодня я вызвала горничную. А, ну вот, 3000 рублей, это нормально, косарь гривен. То есть вполне адекватно. Даже я сказала бы, для России это и недорого, слушайте. Очень недорого. А что это такое? Уборка. Уборка? А где все мои вещи? Тут было много вещей. Да, все по местам поставлено, ничего не выбросили. Был в шоке, потому что на кухне не было ничего. То было раньше. Я растерялся. Гима, привет. Привет. Это что? Слушай, ты не переживай. Я знаю. Я на самом деле очень переживаю, потому что у меня все лежало на моих местах. Смотри, уборка два часа. Ты за эти два часа, я прям уверенно заработал. А, ну ладно, сразу два часа, то немаленькая сумма получается. Ты же намного больше, чем ты заплатишь за уборку в будущем. Наконец-то стало светло и чисто. Я знаю, как это приятно. Я до сих пор, когда выкидываю что-то лишнее из дома, я до сих пор радуюсь, как ребенок. Что произошло? Я человек не вспыльчивый, но ты меня дважды решил прогнать. Я понял, да? Это была ответочка. А, это ответочка, да. Ну знаешь, это даже было не для того, чтобы отомстить. Нет, на самом деле, я не мстительный человек. Мне хотелось... Ты знаешь, сколько времени я ждал в первом наторию себя, потом сколько на втором? Да, я представляю. Ты знаешь, мне хотелось бы, чтобы ты почувствовал на себе, какого это ждать. Я понимаю это в глубине души, но... Ты сейчас еще и прочувствовал. Я прочувствовал, да. Это было очень обидно. Ну ты-то молодец. Я просто могу сделать. Ты сегодня два раза был вовремя, ты представляешь? Я был вовремя, да. Какой прогресс. Я приехала сюда с проблемой, чтобы мой муж зарабатывал больше. Но когда я пожила в этой семье, я задумалась, может, мне вообще это не надо. В принципе, у меня все есть для счастья. Если я вдруг начну давить на своего мужика, чтобы он зарабатывал больше, я могу умерять какой-то комфорт и эти легкие отношения, которые у нас есть сейчас. Ха сидит дома. Неделя обмена позади. И семьи встречаются за круглым столом, чтобы обсудить итоги эксперимента. Ну видно, такой мужик такой скромный этот. Привет. Господи, это ты. Господи, это ты. Что-то реакция. Дмитрий, что-то недовольная такая, заметьте. Я Юля. Элина. Очень приятно. Как тебе жилось с моим мужем? Жилось мне нормально. Просто у меня такое ощущение сложилось, что ты его, может быть, как-то, ну, может, недостаточно мотивируешь, может быть, недостаточно ему объясняешь, что тебе важно. Вот реально, в какой угол не посмотри в доме, везде какие-то дырки, недоделки. У нас никогда в жизни не вываливаются розетки, потому что это, как минимум, небезопасно для детей. Ну нас это вообще не волнует никак. Не знаю. А почему тебя не волнует свой дом? Потому что у тебя в доме происходит. Меня волнует мой дом. Элина, в доме срач такой, что не приведи, господи, захламлено все просто в жесть. Мы у тебя тоже подняли все, и у тебя там тоже нечистота. Я даже не удивляюсь, я сейчас говорю про твой дом. Нет, просто ты говоришь срач в доме, и одновременно с этим у тебя такой же срач в доме, просто на полках ничего нет, ты просто сгребаешь все в шкаф. У нас все грязно с Юлей, а у тебя все замечательно. Ну, понты лишние какие-то, знаешь, вот что-то такое. Да это так оно и есть. Потому что когда вышла из машины, ой, бывало-то и получше машины. То есть есть такое, да? Ну вот вы другие совсем. Совсем. Мы другие абсолютно. И мы с тобой идеально друг к другу подходим, я очень счастлива. Блин, я ждал этот сегодняшний день, чтобы напитаться твоей энергией любви, и я буду носить тебя на руках всю свою жизнь. Я без тебя жить не могу. И я без тебя не думаю. На самом деле, мои выводы этих семи дней такие, что тайминг вообще п*** честно. Да? Вообще. Я этого ждал. Слушай, попал. Он думает, ах, все, можно теперь снова опаздывать. Я буду стараться. Я буду звонить. Я сделаю все, чтобы справиться. Говорились? Матюкается она как сапожник. Месяц спустя мы решили узнать, как изменилась жизнь участников после проекта. И вот какой ответ получили из семьи Калмыковых из Санкт-Петербурга. Всем привет. Привет. Мы перезвели проект, это самое главное. У нас все, в общем-то, по-прежнему. Дима все так же опаздывает постоянно, везде. Спасибо, что помогли. Честно, вот вообще, мы так рады, что обратились к вам проект. Все не без изменений. Дима вот там сказал, что будут стараться. О! Позавчера он опоздал предмайкеру. Я заработал. Но в общем и целом... Ну это безответственность, я называю. У нас все хорошо. Мы все еще живем с ней. Передаем ребятам огромный привет. И мы ждем у гостя. Пока. То есть, если ты настолько, у тебя с головой проблемы, для этого тебе есть как минимум ежедневник. Если ты в телефоне, там, в календарь, время можно выставить. А это просто называется безответственность. Это хреново. С такими людьми, я не знаю, как они еще бизнеса держат. А какие изменения произошли в семье Шевляковых из Сочи? Наша жизнь изменилась только к лучшему. Мы продали квартиру, на которой я делал татуировки. Я снял салон. Прошел обучение у топового мастера. И мой заработок увеличился в три раза. Бля, какой заученный текст. То есть, месяц прошел, понимаете? Ребят, месяц, месяц. Месяц. Блядь. Продал квартиру. Ну, тогда надо так быстро квартиры продуться, понимаете? После проекта. Потом уже сразу нашел, где за месяц. То есть, ну, квартиру там, ну, неделю-две примерно продавал. В теории. Потом нашел какое-то помещение, где там нужно тоже было сделать ремонт, все подготовить. И у него же за неделю доход в три раза больше стал, понимаете? В три. Сразу в три. Говорит кому-то, знаете, купил себе еще ламбрегини, вот эту машину, которая с лошадкой. Вот это вот, да. Планирую еще поехать на вот это Бали и вот это вот, и вот это Дубео. Вот это вот Дубео. Арабские Эмираты в Дубео. И Серега не начал дарить цветы. Что очень приятно мне как девушке. Я поставила планы больше проводить время с семьей, потому что я много времени работаю. И вообще проект, конечно, нам подтвердил, что мы встретились две половинки, что нам друг с другом комфортно. И что мы не можем жить друг без друга. Мы желаем всем. Берегите свои семьи. Да, и будьте счастливы. Боже, как он это постановочно все сказал? Ну, это, знаете, балабол 80-го левела. Без обид, ребят, ни слову не поверил. Ни хрена особо не поменялась. Сто пудово еще на своей же квартире. Но на камеру вышел. Конечно, продал квартиру. Уже Татумастер как бы салон арендовал. Из ароматы в три, а почему в три? В пять раз больше. В пять, в пять. Ну, такой балабольщик. Но это, ребята, было Минжунами. С радостью прочитаю ваши комментарии. Увидимся в новых выпусках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok